МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я на острове Кижи. Ощущение, как будто телепортировалось в прошлое. И сейчас меня ждет зоонежская крестьянская заруба. Само название этого острова Кижи переводится с карельского как Игрище. Неудивительно, что именно здесь, как и столетия назад, можно сразиться в Киллу, крестьянскую забаву с мячом. Это было очень больно, мне кажется. Зато город взят. Выглядит даже круче, чем регби. Это русская командная мужская игра с мячом. Как вы видите, очень азартная. И у нас за Онежье в окрестностях острова Кижи, Кила бытовала, согласно экспедиционным записям, мужики встречались на льду Онежского озера и играли в Киллу на Масленицу. Это только мужская игра. То есть девочек туда не пускают, правильно? Да, игра мужская. Ведь что самое интересное в Кижской килле, в частности, с помощью игры в Киллу у нас мужчины решали конфликты, житейские вопросы. Ведь на кону в таких вот битвах стояли спорные рыболовные места. Рву шаблоны и переворачиваю устои. Сегодня я стану первой женщиной, решившейся сыграть в Киллу. Аня, беги сразу, как я еще посолусь. Куда бежать-то? Для женщин тоже есть занятия на Килле. Зашивать рваные рубахи. Я за Онежский рупер! Как тут круто! Я Анна Демьяна, составляю путеводитель по экстремальным местам Карелии. И сейчас я на острове Кижи, где меня ждет суровая мужская заруба Кила. Привет, ребята! Привет! А вы меня возьмете поиграть к себе? Конечно! Да? Так, хорошо. А правила какие? Играю две команды. Команда называется Ватаги. У каждой Ватаги пять человек. У каждой Ватаги свое поле. Поле называется город. И суть игры в чем? Занести мяч за черту города противника. Играть можно как руками, как ногами. Игра достаточно контактная, энергозатратная. То есть можно хватать, ронять, бить. В рамках приличия. Но кровь может политься. Да, вот, понятно. Так, ну что, сделаю вид, что я не боюсь. И, наверное, померяю пульс. 118, ребята. Что говорит о том, что я действительно волнуюсь. Мы будем аккуратно, обещаю. Ну что, Ватага в атаку! В атаку! У-у-у! Так, стоп, стоп, стоп. Мама, мама, мама. Аня, беги сразу, как мяч посадут сразу. Куда бежать-то? Судьи нет. Красных карточек нет. Закон один. Кто сильнее, тот и забивает. Моя тактика просто не на кого не натолкнулся. Просто беги. Чёрт! Просто на ровную... Ну не на ровную, а в открытого просто. тут было много шансов травмироваться но вот так нелепо повредить коленку даже обвинить некого это что знак свыше женщина знай свое место да да не мне так понравилось я только в азарт вошла на самом деле я могла бы забить пойдем-ка дружочек мой дорогой сердце у меня просто кровью обливается для женщин тоже и занятие на келе зашивать рваные рубахи вы несмотря на то что большую часть игры я просидела всего лишь в чирлидерах даже наблюдать за этим действом было очень адреналиново и классно да как это всего лишь чирлидерах аня у нас с тобой благородная миссия вдохновлять ну что же пришло время составить рейтинг самых адреналиновых развлечений карелии на пятое место отправляется карелия трофе потому что мне не дали толком порулить и для меня это были ну просто покатушки в песочнице четвертое место занимает вот товара сколько я не пыталась найти там духов ничего не нашла игра меня встретила скорее радушно нежели враждебно на третьем месте мото дельта план потому что ну когда еще удастся попробовать облака на вкус второе место серебро у нас отправляется к сплаву по реке шуя потому что это было действительно очень эпично ну а сама сплав действительно решил все и первое место занимает заонежская заруба кила потому что в этот раз у меня не получилось но это только разожгло мой азарт и я обязательно вернусь азарт и я Здесь вы не услышите этих банальных фраз. Не пытайтесь это повторить. Пытайтесь, пробуйте, испытывайте себя, ныряйте в адреналин с головой. И до встречи на новых экстремальных маршрутах. С вами была Аня Демьянов. Пока.